Привет, я Женя, а это пользователи сети, которые пытаются выдать обычные наушники за модный девайс Aviganglyph. Напомню, это шлем виртуальной реальности, который можно использовать и как наушники, и как персональный кинотеатр, просто сдвинув его на глаза. Так вот, в сети появился мем брать обычные наушники, надевать их на лицо и выпендриваться. К счастью, это не все новости на сегодня, так что оставайтесь со мной и не будете страдать такой ерундой. Сегодня в выпуске. Что такое дзен-виртуальные игры? Зачем Samsung лечит клиентов от фобий? И как не запутаться в проводах, пока используешь виртуальный шлем? По данным опроса любителей виртуальной реальности, провода разгражают всех обладателей VR-шлемов. Но производители не стоят на месте и придумали, как сделать девайсы более удобными. Так что, если вы все еще путаетесь в кабелях, виртуальный рюкзак идет к вам. Не так давно в продажу поступил первый и самый легкий виртуальный рюкзак MSI VR One. Он весит всего 3,5 килограммов и, по сути, представляет собой VR-ready ноутбук, который можно носить на спине. Не прошло и пары недель после релиза, как в продажу поступил и другой девайс от компании Zotac. Называется он Zotac VR Go. Этот рюкзак на килограмм тяжелее MSI-овского. По техническим характеристикам и цене рюкзаки примерно одинаковые. Они обойдутся в 2000 долларов. Так что, кому отдать предпочтение, выбирайте сами. Кстати, рюкзаки легко превращаются в обычные мощные кампы, если к ним прицепить монитор, клаву и мышь. Можно даже и шлем по старинке, если любите играть сидя. Если провода виртуальных шлемов вас пока устраивают и вы с удовольствием купили бы лучше камеры 360, чем VR-ready компьютер, то не проходите мимо новинки для Android-смартфонов. Тем более, стоит она всего 99 долларов. Для iPhone камера, которая снимает фото и видео в режиме 360, появилась уже несколько месяцев назад и называется она Insta360 Nano. Теперь снимать видео и фото 360 с помощью бюджетного гаджета смогут и обладатели Android-смартфонов. На платформе Indiegogo открылась компания по сбору средств на камеру Insta360 Air. Разработчики уже собрали 23 856 долларов и скоро запустят камеру в продажу. Снимает штуковина на два объектива рыбий глаз и имеет милый дизайн в виде шара. Гаджет представлен в нескольких цветах, в том числе в розовом для няшек. Стоит такая прелесть, как я уже говорила, всего 99 долларов. Кстати, для тех, кому в гаджетах дизайн не менее важен, чем начинка, появились специальные скины для приставки PlayStation VR. Скины – это такие наклейки с прикольными картинками. Теперь ими можно обклеить и шлем от Соньки. В принципе, он и сам по себе ничего, но если душа требует красоты, то сайт Flaming Toast к вашим услугам. Здесь от 8 до 16 долларов продаются разные скины на контроллеры, саму консоль и, конечно же, шлем. Что, как и куда клеить, можно посмотреть на канале YouTube-компании, либо в обучалках людей, которые и дня не могут прожить без обклеивания чего-либо наклейками. В общем, штука неплохая, но если руки не из того места, а с моторикой и терпением беда, лучше проходите мимо. Дело это довольно хлопотное. Лучше скачайте для Соньки новую виртуальную игру по Звездным Войнам. Тем более, она уже вышла и раздается бесплатно тем, кто ранее купил игру Star Wars Battlefront. Фильм из Гуадин «Звездные войны. Истории» выходит 15 декабря, а виртуальная игра, посвященная новой главе, уже тут как тут. Что ожидает игроков, показал на презентации сам арт-директор игры. В Star Wars Battlefront X-Wing VR Mission игрок управляет культовым космическим кораблем вселенной «Звездных войн» и выполняет важную миссию. Кстати, это не единственный виртуальный проект, посвященный «Звездным войнам». Недавно был анонсирован трейлер в формате 360, а сейчас студия работает над виртуальным проектом, полностью посвященным Дарту Вейдеру. Не отстает от конкурентов и компания Google, и без устали ваят виртуальные игры для своих очков и платформы Google's Daydream. Так состоялся релиз виртуальной игры в LEGO. Ну, если вы помните, это такой конструктор для детей. Данная игра, конечно же, позиционирует себя как детская, но понравится и взрослым. Тем более, это не просто конструктор, а своеобразный квест, где надо выполнять задания и общаться с героями LEGO мира. Для родителей такая игра просто находка. Ребенок больше не съест части LEGO и не раскидает их по всей комнате. Одна проблема LEGO Bricks Heads VR пока доступна только для смартфонов от Google Pixel. Получит ли виртуальное LEGO поддержку других устройств, пока неизвестно. Впрочем, собирать конструкторы могут обладатели Oculus Rift и Gear VR. Для них вышла дзен-игра Monza. Почему дзен? А потому что она успокаивает и приводит в порядок нервную систему. Создатели виртуального конструктора уверены – жизнь боль. То на работе завал, то дома проблемы. Хорошо есть виртуальная реальность и игры дзен, к которым относится конструктор Monza VR. В нем можно собирать модели машинок, кораблей и даже динозавров, прям как в детстве. Только без риска измазаться клеем и красками. Время игры не ограничено, так что творить можно бесконечно, пока стресс не пройдет. Также есть невиртуальная версия игры, которая доступна для Android-смартфонов. Заботится о психике клиентов и компания Samsung. Она создала специальное приложение для борьбы с фобиями. Если вы тоже чего-то боитесь, то сейчас мы вам расскажем, как с этим справиться. Канадское подразделение Samsung сделало приложение для очков виртуальной реальности Gear VR под названием Be Fearless. Работает оно так – надеваешь очки Gear VR и сталкиваешься со своим страхом лицом к лицу. Короче говоря, клин-клином вышибают. На данный момент приложение помогает справиться со страхом воды, высоты и публичных выступлений. Пользователи подшучивают, а как же быть со страхом взрыва нашумевшего Samsung Galaxy Note 7 прямо перед лицом? На это компания приносит свои извинения, рекомендует не пользоваться данным фаблетом и вставлять в Gear VR другие смартфоны компании. Ну и напоследок уделим немного времени и дополненной реальности. К тому же вышло новое приложение, которое превращает обычный американский доллар в белый дом. Если у вас есть дремучие друзья, можете их удивить магией. Nexus Studios разработала приложение 1600 по заказу самой исторической ассоциации Белого дома. Вот так вот. Чтобы оно заработало, достаточно установить его на свой смартфон и найти купюру номиналом в 1 доллар США. Как только вы наведете объектив камеры на доллар, он чудесным образом превратится в виртуальную экскурсию по Белому дому. Выполнено приложение в стиле Minecraft, и что особенно приятно, оно бесплатное. Это были все новости на сегодня. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, и вы всегда будете знать, чем удивить друзей и знакомых. Всем пока! Хочешь быть в курсе всех новинок в сфере виртуальной реальности и видеоигр? Кликай вот сюда и смотри больше интересных выпусков новостей от 3DWR. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...